Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как организован контроль за проведением предвыборной кампании и выборов? Почему нужно голосовать и что может повысить явку? Об этом говорим сегодня и в нашей студии член Ассоциации Гражданский контроль Олег Иванников. Здравствуйте, Олег Владимирович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько регионов нашей страны охватывает ваша ассоциация? Где вы работаете? Есть ли такие регионы, которые остались без вашего внимания? Вы знаете, Ассоциация Гражданский контроль существует уже более 10 лет. Это Всероссийская ассоциация. Мы работаем от Калининграда до Владивостока. Наших экспертов достаточно часто приглашают в страны СНГ в качестве экспертов. Буквально месяц назад мы получили несколько неожиданные приглашения в качестве экспертов и наблюдателей приехать в Соединенные Штаты Америки на выборы президента. Вы поедете? Это очень интересно. Конечно, мы восприняли с большим позитивом это, потому что это... Но это определенный статус для вашей организации. Да, да. Именно статус, именно это придает какую-то дополнительную уверенность в правильности того, что мы делаем. Было бы очень интересно, кроме важности и значимости дела. Я хотела уточнить, когда вы начинаете работать перед выборами? В какой момент вы активно начинаете работать? Во время предвыборной кампании или чуть раньше? Ну, наверное, так же, как и Центральная избирательная комиссия на протяжении всего года работает, точно так же и мы, как гражданский контроль, проводим мониторинг тех или иных электоральных процессов на протяжении всего года, всего периода осуществления предвыборной кампании. И поэтому мы достаточно давно изучаем те процессы, которые происходят в Самарской области. В эту кампанию я здесь уже, наверное, четвертый раз. Мне удалось пообщаться с представителями общественной палаты, с уполномоченным по правам человека, союзом журналистов, союзом юристов. Потому как в нашей деятельности мы являемся, наверное, своеобразными модераторами. Мы прежде всего опираемся на те региональные силы, которые работают в регионе традиционно. Потому как нигде, ни в каком российском регионе приезжие консультанты не нужны. Они вызывают только порой какое-то раздражение, непонимание. А вот именно ваши, что называется, родные общественники, которым не безразличен Самарский край, вот они не будут молчать. Они обязательно заявят о тех или иных нарушениях. Они обязательно сообщат журналистскому сообществу. Ну а уж журналистское сообщество всем гражданам, собственно, донесет ту или иную информацию. Понятно. Механизм вашей работы понятен. Чьи интересы в первую очередь вы защищаете? Даже не в первую очередь, а вообще вы ориентированы на кого? Гражданский контроль. Что контролируете? Прежде всего на избирателя. Потому как именно процессы электоральной уверенности нас больше всего беспокоят. Ведь мне хотелось бы привести пример слова первого заместителя главы президентской администрации Вячеслава Володина, который, в общем-то, недвусмысленно в своих тезисах дал понять о том, что на сегодняшний день нам важна не явка как показатель честности выборов, а важно качество власти. И вот мы сегодня стремимся всю нашу деятельность направить вот именно на повышение качества власти путем электоральной уверенности. Я немного не согласна с тем, что явка отходит на второй план, ведь это демонстрирует о том, насколько общество активно в политическом смысле, насколько существует доверие власти именно этого общества. Я хотела спросить ваше мнение и оценку вот той ситуации предвыборной, которая сложилась в нашем регионе. У нас, как у журналистов, складывается такое впечатление, что в этот раз все тихо, спокойно, достойно. Вот нет таких ярких всплесков, такой вот черной работы, которая выходит на свет. Что вы скажете, как эксперт? Давайте мы сначала поговорим о явке и проведем, наверное, какой-то понятный для нас сравнительный анализ явки в тех или иных европейских странах, где явка составляет 28, максимум 32 процента. И те проценты, которые по явке есть в Российской Федерации, говорят совершенно о другом. Говорят, что население доверяет избирательной системе, активно ходит на выборы. И поэтому та явка, которая есть у нас, она значительно выше европейской. Вы знаете, существует такое мнение, что те такие островки благополучия, достатка, они мало голосуют. Жители вот таких вот стран, островков, так назовем, не проявляют такой активности. Им незачем ходить, выбирать какую-то власть, у них и так все хорошо. Может быть, именно этим тоже объясняется наша активность, потому что мы хотим улучшений, и мы идем голосовать за лучшее, за то, чтобы жизнь менялась к лучшему. Безусловно, но прежде всего некоторые процессы я вижу сквозь призму гражданского контроля. Я посетил практически все регионы ПФО, и можно сделать уже однозначный вывод, что избирательные кампании везде проводятся сравнительно одинаково. Единственное, конечно, на что я бы акцентировал свое внимание, это то, что избирательные кампании, они стали проводиться несколькими другими средствами. Ведь прошлые годы на выборы кандидаты тратили в буквальном смысле миллионы рублей. Теперь же, когда времена экономического кризиса наступили, все очень стало сжато, очень ограничено, кандидаты стали такими, я бы сказал, прижимистыми, все просчитывают, тратят значительно меньше денег на агитацию наглядного характера. Мы это видим, подтверждаем. Но в то же время черные вот эти пиар-технологии не стоят на месте. И если кандидаты тратят меньше денег на агитацию в виде бумажного носителя, больше тратят на агитацию в средствах массовой информации, через компьютерные технологии, задействуют черных пиарщиков, которые работают именно на то, чтобы дискредитировать оппонента, дискредитировать госорганы власти. Этот процесс очень сложно контролируемый. Контролировать его, конечно, должны, как правило, органы прокуратуры, которые должны действовать на основании информации, полученной от кандидатов, от граждан, от инициативных групп. Но мы сегодня видим, что прокуратура, она дистанцировалась. Может быть, они не хотят испачкаться, может быть, они недопонимают те или иные процессы в избирательном законодательстве. Но мы видим то, что вот эта колоссальная волна черного пиара, она могла быть остановлена, что называется, сотрудниками в синих мундирах. Но этого не произошло. И поэтому... Вы этот пробел дополняете, заполняете, да? Поэтому на сегодняшний день мы абсолютно очевидно видим то, что Самарская область столкнулась с новыми вот этими информационными угрозами. И эти информационные угрозы, мы знаем, от кого они исходят, кем они финансируются. Но я бы хотел отметить, что жители Самарской области, они отлично разбираются в политической ситуации, которая происходит не только в России, но и в мире. И могут абсолютно точно понимать природу происхождения вот этой вот, я бы сказал, грязной информационной технологии, грязного вот этого пиара. Недаром же Самара всегда считалась культурной столицей по Волжье. Это приятно слышать. Говорит о том, что как бы и граждане прежде всего знают и осознанно те или иные решения принимают. А вопросы культуры и гражданской вот этой активности, осознанности происходящего, они связаны, на Ваш взгляд? Безусловно связаны, потому что жители Самарской области больше пользуются интернетом, больше пользуются услугами госорганов власти через... Да, вот такие интернет-сайты федерального масштаба. Безусловно. И это ведет к, я бы сказал, просвещению. Вот именно вот это просвещение, оно и позволяет жителям Самарского региона считаться культурной столицей по Волжье. Вы поняли Ваш взгляд, эффект эксперта на вот специфику Самарского региона, надо сказать, что неплохая оценка. И все-таки, вы можете просчитать, вот опять вернемся к явке, какой будет явка, вот этот настрой идти голосовать, он присущ все-таки? Потому что мы можем там анализировать, там что-то участвовать в каких-то там, читать что-то, культурно там изъясняться, но при этом и не пойти голосовать. А вот этот настрой у нас высок или нет? Вы изучаете это, какие-то социологические исследования проводите? Есть тоже определенная природа, я бы сказал, происхождение вот этого настроя. Ведь российской избирательной системе всего лишь 20 лет в прошлом году было. И поэтому она является наследницей, я бы сказал, той советской избирательной системы, которая была, как бы сказать, отточена как идеально работающий механизм. Мы должны очень четко понимать, что многие наши сограждане, которые первый раз пришли голосовать на избирательный участок еще в Советском Союзе... Они так до сих пор и ходят. Они до сих пор и ходят именно по причине, я бы сказал, того, что их, во-первых, хорошо приняли. Ведь вновь пришедшие голосовать в Советском Союзе, как правило, получали, если это девушка, то цветы. Если это молодой человек, это либо конституция, красивый хороший блокнот. То есть это какой-то был знаковый подарок. И вот эти вот знаковые подарки, они давали определенную закладку, я бы сказал бы, вот правовую такую закладку на всю оставшуюся жизнь. Ну и сегодня это тоже происходит. Молодых людей тоже поощряют, которые приходят на выборы. Есть такая тенденция. Причем буквально недавно смотрел сюжет, и подарки-то приличные, так скажем. Не конституция тебе или что-то еще, а там до гаджетов и еще до чего-то доходит. Поэтому такое вот не все плохо, что было раньше, как говорится. Есть такие-то перенимации. Да, но мне также хотелось бы уделить внимание тому, что больше, конечно, надо работать госорганам власти на просвещение. Гражданское образование. Подходит этот термин или это не то? Вы знаете, наверное, я бы выбрал бы слово пропаганда. Пропаганда. Ну это здесь негативный оттенок тоже. Вот вы отдаете себе в этом отчет? Наверное, я бы говорил о пропаганде избирательной системы в целом. Тогда да. То есть если пропаганда существует, конечно, тот или иной молодой человек с удовольствием идет на избирательный участок. Больше надо внимания уделять, конечно, тем коллективам, студенческим коллективам, чтобы приглашение делать не только в письменной форме, в виде открытки, а электронную рассылку сделать. Ведь все же в основном пользуются электронными почтовыми ящиками. Это достаточно интересно, не обременительно причем. И что самое главное, это не обременительно финансово для региона. То есть отправить интернет-приглашение вполне, мне кажется, реально. Этим и должны заниматься непосредственно госорганы власти на местах. Хотелось бы услышать о вашем прогнозе. Как дальше будет развиваться вот эта выборная система, раз уж вы коснулись вот этой темы через интернет, да, вот и голосование, возможно, организовать через интернет и так дальше. Есть у вас такой вот свой прогноз на основании опыта, который был? Что будет? Как будет меняться? Вы знаете, на перспективу, конечно, Россия стоит на пути развития и технического развития. И судя по тем процессам, которые происходят в техническом плане, мы, наверное, предполагаем, что через 5-8 лет голосование вообще перейдет через портал госуслуг в электронную форму, что это будет несколько по-другому отслеживаться, это будет несколько по-другому и восприниматься гражданами. И, согласитесь, будет достаточно облегченная форма голосования. У нас не будет проблем с голосованием на дому инвалидов. У нас не будет проблем с голосованием тех, кто, допустим, по тем или иным причинам находится достаточно далеко от дома. И вне системы не будет недоверия излишнего, да, потому что именно эти вот точки, они вызывают как раз и такие всплески недоверия. Еще я хотела уточнить у вас вашу позицию. Есть некоторые эксперты, которые говорят, что нужно ввести обязательное голосование. И все. И не будет никаких проблем. Все будут обязаны. Значит, не проголосовал тебе тут или штраф, или что там, я не знаю, какое наказание. Вы как-то придерживаетесь с такой точки зрения или противник? Обязательно. Ну, вы знаете, это, на мой взгляд, уже каким-то является мракобесием. Так. Потому как избирательная система, она, в общем-то, добровольно всегда была в Российской Федерации. И в том числе, если брать первые выборы в РСФСР, тогда еще и избирательным правом-то не всех наделяли. А часть, скажем, населения, которое принадлежало к дворянскому сословию, к сословию священнослужителей. Им просто не разрешалось голосовать. И поэтому голосование на сегодняшний день является таким определенным, я бы сказал бы, благом, возможностью гражданина себя проявить. И уж никак не стоит загонять кого-то на избирательный участок. Ведь эффект может быть диаметрально противоположным. Но как вы себе представляете, если грамотного, культурного, образованного человека заставить прийти на избирательный участок? Ведь он проголосует диаметрально противоположно. Но я считаю, что эти процессы, они, как бы сказать, надуманы и ни к чему хорошему привести не могут. Понятно. Но человек – существо корыстное. И он обязательно должен понимать, ради чего он встанет в выходной день, потратит свое личное время и пойдет голосовать. Вот что мы получим, придя, проголосовав? Вот что получает человек? Вот из-за такого чисто корыстного, практичного интереса. Ну, прежде всего, мы думаем о будущем. О будущем не только нашим, но и о будущем наших детей. Что в перспективе будет с ними? В каком государстве они будут жить? При какой власти будут жить? И поэтому мне хотелось бы пожелать жителям Самарской области все-таки преодолеть какую-то лень, отложить какие-то вот свои дела семейные, прицельный избирательный участок и проголосовать, сделать вот такой осознанный выбор, чтобы повысить качество власти. То есть качество власти – это вот как раз и является тем продуктом, который мы получаем в конечном итоге. Да, понятно. Ну, если с депутатами Губернской думы здесь более-менее все понятно, это близко к нам, да, вот в области, то с депутатами государственной здесь вот уже подумаешь, ну и что, что вот мы изберем человека, и будет он там сидеть в Москве, и мы его потом не увидим, не услышим, и что он там делает, и как он повлияет на наш регион, и вообще они там свою жизнь улучшают, получают хорошую зарплату, отрываются, и вообще, что они там принимают вот в последнее время такие обсуждения. Вот с этой точки зрения, на депутатов такого уровня, как может простой избиратель повлиять? Вот на качество, опять же, качество депутата. Во-первых, начнем с того, что любой депутат – это прежде всего общественник. Те граждане, которые выбирают того или иного депутата, они выбирают общественника, который будет представлять их интересы в законодательном собрании седьмого созыва. Ведь многие депутаты находятся очень длительное время в своих регионах, у них существуют приемные, куда может прийти любой гражданин и пожаловаться на плохую работу госорганов власти, милиции, прокуратуры, судов. Абсолютно весь спектр всех ветвей власти, он как бы может быть обсуждаем со своим депутатом. Ведь многие просто не пользуются этим механизмом. А на перспективу я бы, конечно, посоветовал жителям Самарской области побольше общаться со своими депутатами, писать им письма. Сейчас же ведь существуют депутатские электронные вот эти приемные, когда можно не обязательно стучаться в дверь, а можно отправить письмо. И, как правило, насколько я владею информацией, всегда приходят ответы, депутаты посылают свои депутатские запросы по тем или иным проблемам, которые существуют у населения. И решается, и поэтому механизм-то вот этот работает. Нам главное его на сегодняшний момент, я бы сказал бы, почистить. Его бы запустить вот по новой, вот с хорошим таким маслом, чтобы, что называется, население вот именно поверило своему депутату и относилось к нему не как к, наверное, тому человеку, кто работает в Москве, получает хорошие деньги, а как к своему, к достаточно такому, я бы сказал бы, близкому человеку, к которому можно прийти как к участковому врачу и рассказать о всех своих проблемах, рассказать о том, что происходит в регионе, поделиться информацией. Так что я вот в таком вот ключе вижу. Понятно. Вот градус такой политической апатии, вы как можете определить? И с чем это связано? Я вообще согласна вы с тем, что у нас общество все-таки становится таким апатичным в отношении к политике. Ну что мы там можем поменять? Они там оторваны, они там сами по себе свои проблемы решают. С чем это связано, вот такая апатия, которая все-таки присутствует? Не знаю, как ее измерить, но это вот чувствуется в воздухе иногда, да, что люди вот, ну, выборы и выборы. Ну, а я-то при чем? Вы знаете, мы с вами говорим о электоральных процессах, которые происходят не только в Самарской области, но и на всей территории Российской Федерации. Да, я не только в Самарской губернице. Поэтому, как бы, эти процессы, они все взаимосвязаны. В Европе, еще раз хочу заметить, эти процессы куда достаточно глубже. Это, наверное, общемировая практика. И Российская Федерация со своей системой открытости выборов, она, в общем-то, находится на лидирующем месте среди европейских стран по проценту пришедших на избирательный участок. Мы просто сами на сегодняшний день не до конца даем оценку тому, что мы с советского прошлого уже ушли, но полностью правовое общество еще мы не построили, а мы как раз занимаемся строительством правового общества, государства. И поэтому эти процессы, они только идут и, в общем-то, я считаю, развиваются в нужном ключе прежде всего для граждан Российской Федерации. Вот чтобы жить в правовом обществе полноценно, нужно и знать о своих правах. Я хотела бы поинтересоваться у вас, вот такую информационную работу вы ведете, просветительскую опять же, вот. потому что, ну, правовое общество, да, да, законы должны там исполняться, как-то еще что-то. Вот что, как нам ощутить, даже вот в правовом или не в правовом, по каким критериям, как вот приблизиться к жизни в правовом обществе со всех сторон? Ну, в определенном, наверное, понимании, качество жизни граждан, оно определяется качеством власти. Ведь там, где власть нацелена на то, чтобы граждане жили достойно, делается очень много полезных и добрых дел, строятся мосты, перекладываются асфальтовые покрытия, улучшаются вопросы водоснабжения. Ведь обратите внимание, сколько в Самарской области в последнее время стало происходить таких знаковых, строительных, хороших событий. Обратили внимание, да. Вот об этом мы с вами очень мало говорим. А надо, да? Безусловно, вот именно вот эти события строительного, скажем так, масштаба, они и улучшают жизнь граждан. Ведь, допустим, год-два еще Самарской области, Самара, избавиться от пробок путем строительства тех или иных развязок. Нас ожидает колоссальнейшее спортивное событие, к которому все готовятся во всем мире, не только жители Самарской области. И взгляды всей России, они прикованы именно к тем событиям, связанным со строительством спортивных объектов. Это очень и очень важно. Это вот все и повышает доверие общества к власти. Понятно. И все-таки доверие доверим. Говорить о хорошем, хорошее сразу люди видят, да? Вот лишний раз об этом говорить. Ну да, ну хорошо. Но это ощутимо, если такие перемены. Все-таки хотелось бы, чтобы действовало общество больше. Вот какие есть у общества механизмы влияния на власть? Вот если не происходит вот всего того хорошего, о чем мы сейчас говорили. Вот как общество может все-таки, какие рычаги, механизмы, что использовать? Ну, поэтому и существует у нас определенная многопартийность. Вот если та или иная группа граждан считает, что у нас неправильно развиваются те или иные процессы, они идут в партию. Вот сколько у нас существует партий? Вот 14 партий у нас вышли на избирательный процесс, которые идут по спискам. Значит, соответственно, мы уже с вами видим 14 групп тех лиц, которые по-своему видят развитие России на перспективу, по-своему видят развитие тех или иных областей. Да, вот мы пришли к самому главному. И если человек находит свое отражение своей точки зрения, что так правильно, вот он и отдает свой голос и продвигает и себя в этом процессе, и эту партию. Да, вот я хочу спросить у вас все-таки, вы всегда голосуете, вы лично? Безусловно, всегда, потому что это... Из каких убеждений? Вот для вас что главное? Вот лично ваше убеждение? Почему? А мне просто очень хотелось бы оградить себя от того, о чем так часто говорят в средствах массовой информации, что кто-то может за меня восполнить бюллетень, кто-то может, значит, как-то воспользоваться моим голосом. И я исключительно это делаю по причине того, чтобы самостоятельно принять решение, чтобы не предоставлять возможность кому-то, какому-то недобросовестному чиновнику за меня что-то решать. А надо самостоятельно прийти, получить свой бюллетень, поставить необходимые, соответственно, отметки и опустить его в избирательную урну, либо в тот же самый КАИБ, который автоматически считывает информацию и уж никоим образом не позволит никому ее каким-то образом видоизменить. То есть главный вот этот посыл, который вы тоже можете передать всем жителям нашей губернии, это вот именно чтобы не воспользовались моим. Я сам, да, вот я отдаю себе отчет, я делаю, и у меня уже нет никаких сомнений, что кто-то там что-то с моей спиной сделал. Да, я тоже считаю, что вот согласна с вами с этим. И еще один личный вопрос. Почему вы занялись гражданским контролем, работой в этой ассоциации? Почему? Что вас привлекло сюда? Вы знаете, наверное, общение с определенными политическими силами, определенными гражданскими группами, гражданским обществом, это достаточно такая общественно интересная работа. Ведь раньше это называлось, допустим, комсомольской деятельностью, это называлось партийной работой. Сейчас, в годы строительства российского государства, эти процессы немножко по-другому называются. Но так или иначе, наверное, нашу деятельность гражданского контроля можно сравнить в хорошем смысле слова с с работой в комсомоле, с работой в тех организациях контролирующих, которые занимались и воспитанием молодежи, и занимались продвижением тех или иных социально значимых проектов по развитию институтов гражданского общества. Понятно. Вы гражданский активист и общественник, и перенимаете все эти традиции. Еще раз повторим, что не все плохо, что было раньше, а нужно действительно все хорошее брать и продолжать. Спасибо огромное за то, что пришли, за то, что разъяснили вот такую предвыборную ситуацию, которая сложилась в губернии и показали ее специфику. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.